Музыка Предприятие Биобан выпускает экологически чистые препараты на основе гуминовых кислот и микробиологии. Они могут применяться во всех климатических поясах на теплицах для корневой и некорневой подкормки, для всех видов растений и любых почв. О нюансах применения подкормки и биологических добавок мы говорим с менеджером компании Биобан Галиной Филипповой. Здравствуйте, Галина Владимировна. Здравствуйте. Чем все-таки кардинально ваши препараты отличаются от других? Компания Биобан на рынке уже 20 лет и занимается выпуском экологически чистых удобрений. Что значит экологически чистые? При выпуске наших препаратов не применяется никакой химии. Именно это является кардинальным отличием от остальных препаратов, которые предлагаются на сегодняшний день на рынке. Компания зарекомендовала себя на очень хорошем, высоком уровне. Только положительные результаты, только положительные отзывы тех людей, которые применяют уже наши препараты. Препараты работают не только в России, но и за рубежом и имеют только положительный отзыв. С какими проблемами земледелия в Крыму помогут справиться ваши удобрения? Ну, не секрет, что в Крыму, что в Севастополе. Все мы знаем, что у нас изначально здесь низкое плодородие почвы, плюс настолько большой продолжительный период вегетации растений, что они за этот период еще и вытаскивают все, что даже есть хоть немножечко в земле. И земля уже истощена настолько. Все питательные вещества. Что земля истощена уже настолько, что растению не дает. Поэтому у растений снижается иммунитет. Они отсюда способны к заболеваниям. А на сегодняшний день мы знаем, что в Крыму, что в Севастополе создана благоприятная среда для развития патогенно-гнилостной микрофлоры. По той причине, что были дожди, холодный слой атмосферы сшел. И за сконсервированная патогенно-гнилостная атмосфера выпала вся на Крым, потому что тут были благоприятные условия. С одной стороны влажность, а с другой стороны тепло. И на сегодняшний день очень часто и очень много слышим и от крымчан, и от севастопольцев, что просто-напросто очень много заболеваний на растениях. Поэтому, конечно, нам нужно срочно заняться и тем, чтобы повышать плодородный слой почвы, и тем, чтобы справляться с заболеваниями уже сегодня, уже сейчас. То есть это та же самая мучнистая роста? Конечно. Вот я хочу рассказать о свойствах наших препаратов. Компания Биобан выпускает два препарата. Основной это Флора-Эс и второй препарат Фиттоп Флора-Эс. Флора-Эс состоит у нас из высококонцентрированных гуминовых кислот природного происхождения, еще и сбалансированная по микро- и макроэлементам. Что нам дают гуминовые кислоты? Все мы знаем, что основа плодородия почвы – это гумус, а основа гумуса – это именно гуминовые кислоты. Они имеют такие свойства. Нейтрализуют все ядохимикаты, которые находятся в земле, снижают радиационный слой, превращают тяжелые металлы в недоступную форму для растений. И уникальность, в чем заключается уникальный гуминовый кислот. Одновременно с тем, что они нам нейтрализовали, очистили почву, они могут превращать питательные вещества в доступную форму для растений. То есть нам не надо уже извне вносить какие-то минеральные вещества, которые мы сами решаем, внести или не внести. Переизбыток минеральных веществ, внесенных извне, наоборот, закисляет и утечеляет почву. Когда у нас работают гуминовые кислоты, они превращают минеральные вещества в доступную форму для растений. В почве минеральных веществ много, просто они в недоступной форме для растений. К тому же повышается воздухообмен. Что нам дает воздухообмен? Мы знаем, тогда бактерия хорошо живет в почве. У нас здоровые корни за счет этого. Улучшается структуризация почвы. Что это говорит о чем? Она становится рыхлой и нам легче с ней работать. Так как она идет, гуминовые кислоты могут раскислять, расщелачивать, рассаливать почву. А ведь у нас все растения любят в основном нейтральную, слабокислую. Но есть растения, которые любят кислую. Допустим, хвойники. Щелочную и засоленную почву любит ни одно растение. А с каждым таком севастопольцы знают, что в Севастополе в основном гидрокарбонатная почва, тяжелая, как говорят, сухая, которую просто не знаешь уже как удобрять. Плюс к тому же еще, когда гуминовые кислоты работают у нас, вода приобретает свойства талой воды. То есть быстрее растение насыщается влагой и сразу же оно впитывает и хорошо питается. Во второй препарат у нас Фитопфлороэс. Помимо гуминовых кислот введена бактерия Бацилус субтилус, который это пробиотик. Все мы знаем, что на сегодняшний день 21 век, век пробиотиков. Как работает пробиотик? Если у нас антибиотик убивает все, и нам потом приходится восстанавливать микрофлору, то пробиотик работает таким образом, что за счет наращивания полезной микрофлоры подавляется именно патогенно-гнилостная микрофлора. И поэтому мы говорим, что Фитопфлороэс способен справиться практически уже со всеми заболеваниями, как на почве, так и на растениях. Взять то, как вы сказали, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, фитофтороз, фомоз, свертываемость на персиковых листьях и очень много других до 100 номинований, с которыми Фитопфлороэс справляется. К тому же, когда у нас препаратами нашими обрабатываются семена, во-первых, повышается их схожесть. Это очень хорошо, то есть на 3-5 день семена уже прорастают. Во-вторых, когда в Фитопе мы замачиваем семена, инфицированные семена погибают сразу. Вы будете, когда высаживать, вот я всегда привожу пример, допустим, вы высадили 20 семян, а у вас приросло только 15 после того, как вы обработали нашими, радуйтесь, вот эти 5 были инфицированы, и они не принесли. А когда вы замачиваете просто в воде, и больные семена прорастают, и за счет этого одно больное семя может заразить все остальные. А когда вы выращиваете на обработанных нашими препаратами семена, у вас нет больных сразу изначально растений. Насколько безопасно применение препаратов вот сейчас, летом? Во-первых, оно безопасно всегда. Я еще раз говорю, в чем вот самая главная уникальность наших препаратов, то, что они экологически чистые. Мы находимся на сегодняшний день в Книге рекордов и достижений Российской Федерации, номинируемся в Книгу рекордов Гиннесса именно в области экологии. Есть у нас такая награда, как лидер технологии экологически чистого земледелия. Это не просто так. И еще, если вот у нас есть очень много других наград, плюс у нас есть сертификат не только Российской Федерации, но и зарубежный сертификат. Применять летом надо препараты обязательно. Почему-то считается такое мнение, что вроде бы уже все растет, зачем что-то еще. Нет, это неправильно. У нас есть рекомендации применять препараты через 10-14 дней в течение всего вегетационного периода. То есть регулярно, циклично. Регулярно, да. Чередуя корневую и некорневую подкормку. Все рекомендации я буду давать на презентации, которая пройдет в городе Симферополе, в Деловом культурном центре, 25 июля с 11 до 13 часов по адресу восставших 6. Телефон расправок, плюс 7, 978, 809, 76, 20. Что на сегодняшний день актуально применение наших препаратов? Плодоносящие деревья обязательно надо подкармливать, все растения надо подкармливать, потому что чем больше у нас плодов, тем больше растений из земли питательные вещества забрало, правильно? А то, что я сказала, заболевание, так это надо прямо сегодня, прямо сейчас начинать лечить, чтобы оно не ушло у нас, это растение, в следующий год с подобным заболеванием. Если мы сегодня можем его спасти и весной знать, что у нас уже здоровые с вами деревья и земля, конечно, мы будем знать, что у нас и сразу же повышается урожайность на 20-40%, повышаются вкусовые качества. А за счет чего повышаются вкусовые качества? Как я уже сказала, так как гуменовые кислоты имеют такую возможность превращать питательные вещества в доступную форму для растений, растение само решает, когда, сколько и чего ему взять. Это точно так же растение, тот же живой организм, как и человек. Вас же не заставишь кушать, чего вы не хотите, а вот растению мы почему-то предлагаем, мы решили сегодня, хорошо, мы хотим сегодня калием тебя подкормить или там еще чем-то, а ему, может быть, не надо. Переизбыток азота, все мы знаем, ведет к тому, что не образуются плоды, растение цветет, вроде бы все хорошо, но они осыпались и ничего нет. А когда растение само решает, естественно, у него иммунитет повышается, потому что оно сильно становится, и точно так же оно дарит нам вкусные плоды. Все, почти вот все растения увеличиваются в объеме, как сказать, и повышается на 20-40% урожайность. Что еще нам дают гуминовые кислоты? Так, как мы с вами, мало того, что повышается плодородный слой почвы, а это ведь очень важно, ведь каждое растение хочет жить в комфортабельных условиях, так же, как и мы с вами. И когда у нас мало того, что повышается плодородный слой почвы, и плюс еще лечение идет одновременно, да, всех видов растений, у нас исключается такое понятие, как севооборот. Ведь это очень важно. То есть мы можем сделать с вами красивый огород, на сегодняшний день это все любят, красивые грядочки, и мы на одном и том же месте можем садить одну и ту же культуру, потому что у нас живая, здоровая земля, еще она излеченная от всех заболеваний. Точно так же в теплицах. Все, не надо менять землю, и с года в год вы будете садить на одной и той же земле. То есть не надо утруждать себя планированием дачи, планированием огорода и перепланированием территории посадки. Да. Что неимоверно плюс. Вообще-то это же меньше работы. Кстати, вот здесь еще один вопрос возникает выгодное. Насколько выгодно применение ваших препаратов и каковы нормы расхода? Вот давайте я сначала скажу о том, что когда мы начинаем применять наши препараты, севастопольцы уже у нас брали препараты, мы у вас уже не первый раз. Отзывы только положительные и просьба приехать снова и попозже отправиться всяко. Почему? Потому что когда вы начинаете применять наши препараты, мы не рекомендуем одновременно с применением наших препаратов применять такие, как обычный навоз, компост, тем более минеральное удобрение. Почему? Потому что, вот допустим, давайте поговорим о навозе. Что нам дает навоз? Ладно, мы согласны, что когда-то, когда были свои подсобные хозяйства, и люди были грамотными, крестьяне, кстати, были грамотными, они знали, что если они сложили навоз в кучу, то он у них 3-4, а то и 5 лет не используется, он именно перерабатывается. На сегодняшний день, где в основном люди берут навоз? Из общественных хозяйств, а что, кто их там держит по 3-4 года? Только-только оттуда и сразу на наши грядочки, перемешали еще в добавок с землей. Помимо того, мы не знаем, чем их там кормят, им антибиотики дают, но мы не знаем, это тоже все приходит на наши участки. И плюс, ну это оттуда же, откуда и у человека, то есть сколько гельминтов еще с навозом мы приносим. А ведь мы же знаем, что у нас все заболевания в основном из-за них. Ребенок побегал по травке, упал, нечаянно носик потер, все, вот у вас, пожалуйста, что-то уже в животике появилось. Плюс, семена сорняков не перерабатываются нигде, даже пройдя через весь этот путь, который коробочка у нас проделала, прежде чем она нам дала навоз. Компост, и мы опять заносим с вами сорняки на наш участок, и у нас идет постоянно бесполезный труд, когда мы готовим перегной, допустим, или компост, как это называется. Мы же что в него складываем? Все до капельки, плюс даже отходы пищевые, да, все это гниет, туда-сюда мы решили. Опять, конечно, хорошо приготовленный компост, он как мульча, хорошо подойдет, но в землю его вносить не надо. Минеральные вещества, излишек минеральных веществ, вот минеральные вещества, которые из не вносятся, вот сами люди вносят, которые, всего на 15-20% усваиваются растениями, остальные 80% оседают в почве, превращаясь в недоступную форму для ращения, чем утяжеляют и закисляют почву. И вот у нас идет этот постоянный труд. Так вот в навозе мы использовали навоз, почему? Только потому, что в нем гуминовые кислоты. Именно они работали на то, что повышалась вот эта у нас урожайность и плодородие почвы. Но в навозе 0,003 грамма на литр, в наших препаратах в одном пакетике 10-12 грамм на литр. Вот представьте себе, какая концентрация, причем чистых гуминовых кислот, без вмешательства каких-либо еще веществ. И то есть где-то один наш пакет заменяет 2-3 машины навоза. Посчитайте сами, насколько это выгодно. А нормы расхода наших препаратов, у нас выпускаются препараты, значит, Flora-S это пакет 30 грамм, Fit-Top Flora-S это пакет 10 грамм. И для севастопольцев, так как земляну на самом деле низкоплодородная рекомендация, идет 4 пакета Flora и 4 пакета Fit-Top на один сезон, то есть на один период вегетации. Это вам где-то обойдется на сегодняшний день, если у вас, допустим, 3 сотки в 1200 рублей. То есть один пакет стоит 50 рублей, вы берете по 12 пакетиков 1200 рублей. Я считаю, что это очень выгодно, если у вас повышается урожайность на 20-40%, вы получаете, самое главное, экологически чистые плоды. Мне кажется, вот экологически чистые земледелия, самое главное, вот это слово, потому что вы, наверное, сами хотите кушать здоровую пищу, своих детей, как и без здоровой пищи, и понимать, что вы не боитесь. Ведь применяя наши препараты, вот понимаете, настолько безопасно, что вот Fit-Top Flora S у нас применяется даже при обработке плодов, вообще при закладке на длительное хранение. Единственный препарат в мире, которым разрешено это делать. Работая с нашими препаратами, вам не надо ни закрываться ничем, не бояться ничего, никаких перчаток одевать, и обработав препаратом, допустим, Flora S или Fit-Top Flora S, неважно, что вы делаете, вы можете тут же обработать и в эту же минуту сорвать плод, потому что мы можем даже, когда плоды на деревьях есть обрабатывать, или там томаты и прочее, и тут же употреблять в пищу. Пожалуйста, настолько экологически чистые. Нет никакого периода между тем, что вы обработали, и, допустим, как с остальными препаратами, надо 10-12 дней выдержать, а потом только, да. Можете сразу употреблять в пищу. Как смогут приобрести севастопольцы ваши препараты? Ну, я еще раз хочу сказать, что презентация и выставка продажа пройдет в Деловом культурном центре 25 июля с 11 до 13 часов по адресу восставших 6. Телефон для справок плюс 7 978 809 76 20. А если люди не придут на презентацию, есть ли какие-то другие пути приобретения препаратов? Да, конечно. Я еще раз хочу сказать, севастопольцы и остальные крымчане могут заказать по почте, наложенным платежом. То есть вы сначала получаете, потом оплачиваете. Точно так же по этому телефону. Плюс 7 978 807, ой, 809 76 20. То есть на площади восставшего уже буквально в ближайшие дни можно получить, приобрести эти препараты, удобрения. Насколько они эффективны? Насколько эти препараты уже понравились севастопольцам? Севастопольцам очень сильно понравились препараты. Поэтому я говорю еще раз. Очень много звонков идет именно о том, чтобы еще раз приехали, чтобы провели презентацию, чтобы препараты привезли. Потому что, видимо, работает еще и сарафанное радио. BBC, как говорится, бабка бабки сказала. Да, да, да. Почему у тебя на сегодняшний день вот такая клубника, она крупная стала? Почему у тебя нет заболеваний? Потому что я работаю с препаратами компании Биобанк. И это очень важно. Вы поймите, что никаких больше применить не надо. Вот не надо больше ничего. Есть два препарата, которые вам помогут и восстановить плодородный слой почвы для севастополя, для севастопольцев. Это очень важно. Спасибо большое за исчерпывающие ответы. Удачи вам. Я напоминаю, вы смотрели программу «Акцент» эфир же информационного канала Севастополя. Продолжается. Не переключайтесь. Используйте лишь биологические, натуральные продукты и удобрения. И получайте с вашего участка максимум урожая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова